Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и друзья мои, как же я люблю в последнее время обновления в нашей игре и ближайшее состоится уже завтра. 24 января будет очередное обновление нашей игры, которое принесет нам огромное количество всего новенького. Ну для начала новая ветка тяжелых танков Китая, которая порадует любителей тяжей своей подвижностью, точностью, крайне альфовым орудием УБЗ-75 и в принципе крайне играбельными машинами, которые порадуют любителей спокойной, монотонной и в то же время довольно-таки нагибающей игры. Мне лично танки на тесте очень сильно понравились и я собираюсь прокачивать данные машины однозначно, не собираясь откладывать ничего в долгий ящик. В частности БЗ-75 я очень хочу себе заиметь, ну а машины на 8 и 9 уровне действительно смогут порадовать вас крайне точными альфовыми орудиями с хорошими углами склонения и бодрой броней в башне. Также многие девятки претерпели изменений по ТТХ и не только. Дело в том, что Т-55А, как многие подозревали и ждали, да, действительно стал коллекционным и теперь его можно продать за целых 5000 золота, если он у вас есть, ну и получить компенсацию в случае необходимости. Е-50 улучшили разворот на месте, добавили брони, добавили по КД, в смысле уменьшили его, ну и соответственно таким образом Е-50 стал более играбельный на сегодняшний день. Виккерс Крузер получил себе плюс по ХП и соответственно ему добавили по КДшке. Добавили дополнительные няшки-плюшки к Чейр Футур, также на КПЗ-70 было улучшено то, что стоило улучшить, это его точность орудия. Что касается Моускина, то ему добавили к КД, а именно уменьшили его и добавили ему брони. Что касается Конкера, он получил себе улучшенное КД и получил себе дополнительную скорость. Также Т-50 претерпел изменения, а именно улучшен разброс, время сведения, улучшено барабан КД, ну и соответственно добавлено немножко брони. Короче говоря, огромное количество машин претерпели изменения и очень много-много можно рассказывать о них, но в целом я думаю, что не в этом смысл. Смысл в том, что игра меняется и меняется в данный момент к лучшему. Также китайские две машины получили легендарный внешний вид и будет происходить ротация карт. Часть карт, к сожалению, у нас покинут, но в то же время некоторые карты, за которыми мы уже успели соскучиться, однозначно возвращаются к нам назад и мы сможем заново на них фаниться. Также были внесены изменения в отношении звуков в игре, но это необходимо слышать. Ну а услышим мы это, как я уже говорил, буквально завтра, 24 числа. Заходите в игру, обновляйте, получайте все вот эти вот новшества. И плюс к тому, были внесены изменения в отношении танков, которые обладают системой дозарядки. И наконец-то в ТТХ мы сможем видеть, какой же, какой же максимальный урон машина может наносить. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. Вам, друзья мои, желаю удачно обновиться завтра, 24 января и получать удовлетворение от новых машин. Ну и, соответственно, от тех машин, в которые были внесены изменения. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Следите за новостями с помощью моего канала, подписывайтесь на него прямо сейчас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok